Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мы слышим о Славе и видим ее демонстрацию по телевизору. Но почему-то это никак не касается нас. А вот моя гостья верит, что зачастую это связано с мертвыми местами в нашем сердце, вызванных разочарованиями, печалями, предательствами или травмами. Чтобы защитить себя, мы хороним эти раны так глубоко, что даже не помним их. Но моя гостья знает, как разбудить ваше сердце. Вы готовы воскресить мертвые места в своем сердце? Скоро мы займемся этим. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте. Последние несколько лет я изучаю тему славы Божией и того, как быть носителем этой славы. Моя гостья, Дженнифер Эйвас, является носителем славы Божией. Но для начала, Дженнифер, расскажите нам, что для вас слава Божия? Для меня это проявленное Божье присутствие. Это то, что вы видите и ощущаете. Такая слава Божья. Она невидимая или скрытая, ее можно ощутить и увидеть. А еще она меняет вас. Расскажите, как вы впервые пережили славу Божию? Тогда я даже не знала, что такое слава. Я была на женской конференции, и надо мной будто бы раступились небеса. Как будто бы разделился воздух, и я почувствовала огонь Святого Духа, изливающийся на нас. Этот момент изменил всю мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Одно из главных качеств носителя славы Божией, по вашим словам, является отношение или дружба со Святым Духом. А как у вас обстоит с этим? Да, но много лет я не знала об этом. Я обращала внимание на мужей и жен Божьих, которые постоянно несли славу Божью. Все они говорили одно и то же. Он мой друг. И я начала задумываться, возможно, Дух Святой хочет дружить и со мной. Я сказала, Дух Святой, я могу стать твоим другом. Только покажи мне как. Вы молились именно этими словами? Да, все очень просто. Я сказала, покажи мне, как стать твоим другом. Могу ли я постоянно ощущать твое святое присутствие рядом с собой? А сколько раз в день вы говорили это? Я бы сказала, что это была непрерывная молитва, пока я не пережила встречу и поняла, что теперь между нами точно есть связь. Расскажите об этом. Я была в молитвенной часовне. Я очень хотела подружиться с Духом Святым. Я стремилась к этой связи. Я стремилась к тому, чтобы чувствовать его постоянно. Мне казалось, что я чувствую его не так, как нужно. Я снова и снова молилась об этом, и вдруг в церкви, когда я молилась, он будто бы вошел в комнату. Он не просто вошел. Я ощутила его присутствие на себе. Даже когда вы рассказываете об этом, я чувствую его. Я тоже. И так? И так я ощутила его присутствие на себе. И когда я снова молилась об этом, он снова приходил. И происходило то же самое. Я стала замечать это снова и снова. Я приглашала, а он приходил. Если это можно как-то описать, расскажите, что вы чувствуете, когда ваш друг приходит к вам? Что вы ощущаете? Чувства бывают разные, потому что он личность. Он Бог, но при этом он личность. Поэтому это всегда по-разному. Иногда я чувствую его руку на моей спине, как дружеское утешение. Иногда я чувствую его радостное лицо перед собой. Иногда он просто мирно стоит рядом. А иногда он очень напорист, особенно когда готовится служить и хочет, чтобы мы сделали что-то вместе. Я чувствую его напористость, потому что он нацелен на что-то или хочет принести кому-то свободу. Вы говорите о дружбе. Что, вы это серьезно, да? Вы действительно лучшие друзья? Он действительно хочет близости с нами. Он всегда хотел этой близости, но часто проблема в нас. Но при этом он не перестает пытаться. И когда мы приглашаем его к этой близости, он отвечает на это приглашение, а затем учит вас, как ощущать его и как взаимодействовать с ним. Слава Божия бывает разных форм. Все органы чувств сразу активируются, чтобы видеть, слышать, чувствовать. Но меня больше всего интригует явление, известное под названием «Облако славы». Люди видели надо мной облако славы. И над вами люди видели облако славы. Но одно дело, когда его видят люди. И другое, когда вы сами видите его. Совсем недавно вы видели облако славы. Теперь расскажите нам об этом, пожалуйста. Я знаю, что, как вы и сказали, многие люди видели облако славы. Но сама я никогда его не видела. Я впервые увидела его совсем недавно. На конференции в нашей церкви. Впервые я увидела его своими физическими глазами. Прямо перед собой я увидела облако или дымку. И она двигалась над головами людей. Она двигалась, и я подумала, это облако славы. Знаете, что произошло, когда я увидела это облако? Начали происходить невероятные чудеса в церкви, на том служении, где чудес никогда не было. Скоро вы услышите нечто важное. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы вы рассказали нам о революционных переменах вашей жизни в городе Перс, который находится в Австралии, в церкви под названием «Парадокс». Не переключайтесь, будет интересно. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Если бы мы могли просто дружить с Духом Святым, этого уже было бы достаточно. Даже более, чем достаточно. Но знаете, у этой дружбы есть еще одно сильное преимущество. Что это за преимущество? Это преимущество чудеса и знамения. Вы дружите со сверхъестественным другом, и то, что есть у Него, переходит на вас обязательно. То, что получается из этой дружбы с Духом Святым, и слава, связано со светом. Объясните это. Помните, я говорил, что слава влияет на все ваши органы чувств, как естественные, так и сверхъестественные. Вы можете видеть славу, слышать славу, ощущать запах и вкус славы, и даже прикасаться к ней. Осязаемым образом вы можете наблюдать ее в своей жизни. Это удивительно, слава Божия. Но что же происходит при этом с Божественным светом? Расскажите. Время от времени свет или сияние славы Божьей зажигается, как лампочка. Со мной это происходило, наверное, около трех раз. И это было удивительно. Это было невероятно. То есть вы светились? Да, светилось. Мы даже запечатлели несколько моментов на камеру. Не всегда можно сделать фото, но все же. Вот вы видите, посмотрите. Это один из случаев, который успели заснять. Я светилась с ног до головы. Это поразительно. Когда это произошло, что происходило на собрании на сверхъестественном уровне? Как это было? Я знаю, что была ангельская активность. В атмосфере ощущалось присутствие Божье, сверхъестественное. Я увидел фото и был поражен. Да, это еще одно фото. Я даже немного удивился и отвлекся. Да, я понимаю. Это слава, это свечение, которое происходит очень редко. Но людям удалось это запечатлеть. Это доказательство того, что я была вместе со Святым Духом. А другие видели огонь в ваших глазах? Да. Я слышала и это свидетельство. Люди рассказывали, как замечали огонь в моих глазах. Однажды это случилось прямо перед тем, как слава Божья сошла на группу людей, за которых я собиралась молиться. То есть это было вполне реально и вполне ощутимо. Однажды кто-то попытался прервать ваше служение. Что там было? Я получила слово знания об этом. Я знала, что что-то будет, но я не знала, что именно. И когда тот человек уже собрался сделать то, что он хотел, внезапно вокруг меня начал роиться свет. Это был видимый свет. Люди показывали на него, говоря, «Вокруг вас свет, посмотрите, может быть, это ангелы?» Они не знали, как это назвать. Это была слава Божья. Вы были в Австралии, в церкви Парадокс. И несмотря на ее прекрасные взаимоотношения с Богом, она увидела то, что может произойти с вами, если вы прислушаетесь к ней. Этот случай открыл ей славу и отношение с Небесным Отцом, так как она даже и представить себе не могла. Отношение с Богом Небесным. Пожалуйста, расскажите о том переживании. Я объясняю это тем, что мы идем от славы в славу, и нас ждут новые и новые переживания, о которых мы и не подозреваем. Так было и со мной. Я отправилась на молитвенную конференцию. И в последний день той прекрасной конференции, прямо посреди ночи, когда я крепко спала, радуясь тому, что все прошло хорошо, Дух Святой посетил меня очень странным образом. Он поднял меня из постели, подтянул к себе и обнял. Когда Он это сделал, что-то от Него упало в мое сердце. Я говорю не о физическом сердце, а об эмоциях. Что-то от Него опустилось внутрь меня, и тогда я изменилась, как никогда. Так какую же завершенную работу Он произвел в вашем сердце? Что Он сделал? Он исцелил мертвые места в моем сердце. Я даже не знала, что часть моего сердца, я имею в виду мои эмоции, умерла, а я не знала об этом. Она умерла от скорби, жизни, боли, предательств и других подобных вещей. Но Он исцелил его. Да, конечно. Но мое сердце было мертво, и я утратила чувствительность в тех местах. Меня мало что волновало, у меня не было сострадания, но опасность в том, что вы не чувствуете, что ничего не чувствуете. Это обольщение. Он пробудил все эти сферы. Конечно же, после этого мне понадобилось исцеление. Мне пришлось пройти этот процесс. Он разбудил все это, потому что я не могла переживать Его славу и не могла двигаться в духе в тех местах, где я ничего не чувствовала. И это перевернуло мою жизнь. Но вы знаете, есть много людей, которые могут сказать, «Это обо мне». Вы можете воспроизвести это? Я имею в виду, можете ли вы помочь людям получить это от Бога так же, как и вы? После этого случая я начала рассказывать эту историю и молиться за всех вокруг. Да, это передается. Это помазание, которое реанимирует ваше сердце. Оно возвращает вас к жизни, и вы можете переживать славу так, как никогда раньше. Когда мы вернемся, вы хотели бы, чтобы Дженнифер помолилась за вас? Мы скоро к вам вернемся. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Дженнифер обнаружила, что мертвые места в ее сердце проснулись. Благодаря этому она снова почувствовала все то, что Бог хотел, чтобы она чувствовала. Она получила сострадание ко всем людям, и все это ради славы Божьей в ее жизни. Вы знаете, есть так много людей, которым мир, плоти, дьявол. Это похоже на Лазаре. Он воскрес, но при этом он был связан. Я думаю, Дженнифер поможет вам развязаться. Она знает секрет того, как взаимодействовать со Святым Духом Божьим. Расскажите об этом немного. С радостью. До этого события Дух Святой начал вести меня в молитве на основании 50-го псалма, 12-й стих. «Сердце чистое сотвори во мне». Я не была плохим человеком, но в молитве он готовил меня к тому, что мое сердце нуждается в переменах. Я молилась, «Сердце чистое сотвори во мне» и начала понимать, что я не могу изменить мое сердце. Он должен сделать это. И с этого момента я сосредоточилась на сердце, потому что Иисуса волнует состояние нашего сердца. Я начала понимать, что из сердца текут источники жизни. То есть вся наша жизнь зависит от того, что внутри нашего сердца. Я стала перечитывать 118-й псалом, где находится молитва, «Расширить сердце мое, чтобы я мог повиноваться Твоим заповедям». Сердце может быть маленьким, напуганным, холодным или ожесточенным. И с таким сердцем мы не можем повиноваться Господу. Дело не в том, что мы не хотим. Мы просто не можем этого делать. Поэтому мне нужно подчинить свое сердце Господу, чтобы Он мог строить то, что угодно Ему. И в этом процессе Он начал переделывать мое сердце, чтобы я могла повиноваться и любить Его, чувствовать то, что чувствует Он, и делать то, что делает Он. Результатом этих серьезных изменений в вашем сердце стала ваша чувствительность к другим, а самая важная – чувствительность к Богу. А вы молились за людей, с которыми случилось то же самое, что и с вами? Конечно. И я получила много свидетельств. Люди говорили, «Господь исцеляет мое сердце». Они буквально чувствовали, как оно оживает. После этого они говорили, «Мне снова не безразлично. Я снова могу плакать. Я снова могу чувствовать». Один уважаемый человек, когда его сердце было исцелено от обид на отца, открыл для себя миссию. Он захотел ездить в разные страны и стать отцом для детей в этих странах. Это было сверхъестественно. Вы не могли бы посмотреть в камеру и помолиться об этом? Люди так нуждаются в этом. Не знаю, как вам, но лично мне такая молитва очень нужна. С удовольствием. Поднимите свои руки, как шаг веры и шаг послушания, и я буду молиться за вас. Дорогой Господь, спасибо за то, что ты реанимируешь мертвые сердца. Дух Святой, начни исследовать жизнь каждого человека, который слышит меня сейчас. Я приказываю вашему сердцу проснуться во имя Иисуса. Пусть оживут все мертвые места в вашем сердце. Пусть ваше каменное сердце станет плотиным. Я молюсь за реанимирование всех чувств, которые умерли. Вы снова будете чувствовать. Вы не будете больше безразличными. А самое главное, вы будете переживать славу Божью. Вы будете знать, что он делает и куда движется во имя Иисуса. Знаете, Дженнифер, нас сейчас смотрят люди, которые думают, я не уверен, знаю ли я Бога. Я не знаю, пойду ли я на небо. Я не знаю, что такое рождение свыше. Я вам гарантирую. Если вы хотите знать Бога, Бог желает знать вас. Произнесите со мной эту молитву вслух. Будьте максимально серьезны в этом намерении. Да-да, я обращаюсь именно к вам. Где бы вы ни были, дома или в студии, говорите это от всего сердца, не сомневаясь. Дорогой Бог, я грешник. Прости меня, потому что больше всего я обидел тебя. Ты очень хороший. Я верю, что кровь Иисуса смыла все мои грехи. Спасибо, Господь, за то, что я чистый. Спасибо, Господь, что теперь я могу быть гораздо ближе к тебе. Теперь ничто не отделяет меня от твоей любви. И теперь, когда я уже чист, Иисус, войди в мою жизнь и возьми контроль над нею. Я делаю тебя Господом. Пока я молился, чья-то спина была исцелена. Если вы встанете и наклонитесь, вы увидите, что боли нет. Где бы вы ни были, сделайте это сейчас, если только вы не хотите остаться с этой болью. Избавьтесь от этой занозы. Я не имел в виду ничего такого, а только боль в спине. Дженнифер, у вас 5 секунд. Помолитесь о том, чтобы слава Божия сошла на нас. Я высвобождаю славу Божью туда, где вы сейчас. К вам приходит огонь. Кто-то из вас чувствует сейчас огонь, и вы дрожите. Это и есть слава Божья. Господь. Еще. Еще Господь. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Дэвид Хрилл. Хоган. А вы знали, что Бог желает, чтобы вы исцеляли больных, изгоняли демонов, вы скрешали мертвых? Смотрите меня в программе «Это сверхъестественно», и я расскажу вам, как это может стать нормой. АСН – онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН – это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН – онлайн-сеть «Это сверхъестественно» для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН – это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. К нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.